У женщины очень долго нет отношений и женщина не получает отношений совершенно никаких, то есть ее никто за руку не водит, к ней никто не заигрывает, глазами не моргает, письма не пишет, то что происходит с такой женщиной? Такая женщина становится раздражительной и злой, она становится раздражительной и злой, то есть если подолгу у женщины нет мужчины, ее никто не целует, то женщина становится злой, а мужчина, а если у мужчины очень долго нет отношений, то он становится апатичным и меланхоличным, то есть он становится совершенно безразличным, ему ничего не интересно становится, становится, у него пропадают силы, ему ничего не хочется делать, и он становится нерешительным, апатичным, нецелеустремленным. Появляется ощущение вот такой вялости какой-то и так далее. То есть, если женщина идет по улице, и она раздражается всем, хамит, знайте, ей, значит, уже к ней можно подходить и с ней можно знакомиться. Это говорит о том, что она одна уже очень давно, и ей будет хорошо с кем-то познакомиться. А если идет и улыбается, если идет и улыбается, и у нее лицо доброе, хорошее, она очень добрая, то тогда она кем-то занята, все, тут все очень понятно. Если мужчина стесняется подойти, если мужчина глазки вниз опускает, стесняется, ведет себя как девочка на засватании, говорят так, среди людей, это говорит о том, что он холостой, все в порядке. Тогда что нужно сделать? Ну, я не знаю, моргнуть ему как-то там, где-то. Ну, таким образом, апатичность эта будет убираться. Как определить, мужчина и женщина свободны или нет? Мужчины, никогда не смотрите на женщину. Если женщина идет навстречу к вам и смотрит на вас, это говорит о том, что она, скорее всего, вас не видит в упор. Потому что, когда женщина идет и смотрит вперед, то она никого при этом не замечает. Почему? Она в этот момент живет по принципу песни, которую спела Ольга Кравец. Я богиня дискотеки, я богиня дискотеки. То есть, если она идет и в этот момент смотрит, и ваши глаза соприкоснулись ее глазами, знайте, в этот момент вас нет. Потому что она, скорее всего, вас не видит. Но в случае, если вы стоите сбоку, и женщина, проходя мимо вас, посмотрела на вас вот так, как бы сбоку, не моргнула, а посмотрела искося, да, можно так назвать. То есть, влево или вправо. Это говорит о том, что она свободна. Можно сразу же говорить, девушка, вы уронили 100 долларов, не забудьте предварительно их бросить. И в тот момент, когда она повернется, скажите, я же увидел, видите, вы 100 долларов потеряли. Я бы мог промолчать. Ну, вы такая хорошая. После этого нужно сказать, кто вам разрешил мне столько по времени сниться? Ведь снитесь же всем врагам на зло уже 10 лет подряд. Вот, наконец-то я вас нашел. Ну, естественно, не забудьте ту фразу, которая звучит, как «Мои глаза не видели такой красоты, как вы». И все, ее сердце будет навсегда ваше. Только нужно определиться в этот момент, вы точно хотите, чтобы оно было вашим. Потому что, если вы точно этого хотите, то она, скорее всего, вас не отпустит. Естественно, могу сказать, что если женщина идет и не смотрит на мужчину, который стоит сбоку, то, скорее всего, она не обращает внимания и, скорее всего, она занята. В случае, если вы хотите определить, мужчина холостой или нет, нужно посмотреть на его одежду. В случае, если одежда одного и того же цвета, если в одежде присутствует синий цвет, синие туфли, синие рубашка, синие полоски на свитере, я не знаю, синие цвета телефонов и синяя куртка, это говорит о том, что мужчина, скорее всего, холостой. А если и живет с женой, то она его не любит. Также холодные цвета присущи мужчинам холостым. Также мужчина, который желает, чтобы у него была семья, обычно очень часто одевает все не по размеру. То есть у него выпадает живот, штаны рвутся на мотне, потому что он старается покупать одежду теснее, футболки одевает так, чтобы живот торчал на полтора метра вперед. Ему кажется, что одевая обтягивающую одежду, он может казаться сексуальным, хотя я не понимаю, что это обозначает. Такой мужчина, ему кажется, что он должен выглядеть хорошо или красиво. Обычно эта одежда подобранная совершенно безвкусно. А также, когда смотришь на холостого мужчину, то обычно создается такой внешний вид, как будто этот мужчина неопрятен. Мужчина неопрятный-холостой, мужчина опрятный- значит, есть женщина, которая ухаживает за таким мужчиной. А женщина? Женщина очень красиво выглядящая, опрятная, расчесанная, на высоком каблуке, грудь вперед, плечи расставленные, глаза сосредоточенные, ресницы большие, волосы зачесанные, все локоны ровные, ногти подстриженные, с хорошим запахом-холостая. Почему? Она воин света, она ищет себе любимого мужчину, она как воин готова найти его и поработить навсегда. Это никого не обижает. Ну, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok